Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Silent Hill, Downpour. Мы находимся в монастыре, здесь творится какая-то чертовщина. В данной игре проще сказать, в каком месте не творится какая-то чертовщина, потому что в остальном она везде творится, короче говоря. Ну, понимаете, да, о чем я, когда я говорил о чертовщине? Это у меня, похоже, подсказка была. Давайте найдем что-то, скажем, в эту палку. Или, может быть, прожечь? Долго жечь придется, Мерфи. Но нет. Ага. Понятно. Так, там еще есть какие-нибудь? Нет? Похоже, что все. Давайте-то возьмем обратно свой ствол. Да, собственно. Отлично. Еще разок и поддастся. Помнится, я хвалил игру за логичность головоломок. По-моему, логичны в данной игре. Только, собственно, головоломки и есть. Я вообще не понимаю, потому что что тут происходит в последней серии 2. Но, тем не менее, нам пришло письмо из монастыря. Мы пришли сюда. Оказывается, у нас тут есть какой-то родственник, который умер. И в итоге нам нужно пробраться в морг, чтобы посмотреть на него. Зачем это, собственно, нужно Мерфи, я не понимаю, честно говоря. Если он хочет просто выбраться из Silent Hill, и если он точно знает, что у него тут родственников никаких нет. Ну, раз хочет, давайте выполнять. Блин, в такой книге такой маленький фрагмент поэмы. Бедный маленький Стивен Скелтер. Даже священник не простил тебя. Вечная ложь. Насюзи знает, что ты... Я последние вот эти два предложения с трудом могу перевести, потому что это какая-то игра слов идет, такая капитальная. Оба причем предложения. И они друг с другом связаны. Ну, короче, он говорит о том, что, типа... Да хрень знает. Что? Две страницы вырваны. Спасибо. Очень учтиво с вашей стороны. Так, хорошо, я понял, где мы находимся. Или нет? Это похожее место. В конце предыдущей серии мы ходили по... подобному помещению. Так, секунду. Там у нас ничего нет, там у нас аптечка лежит. Что-то ты, Мерфи, не хочешь бегать. Меня часто ругают... А, нет, это не аптечка. Часто ругают за то, что я не бегаю. Ну, вот я сейчас нажимаю кнопку бега, но Мерфи, честно говоря, просто забить похоже на это. Так, патроны, отлично. Я могу как-то перезарядить тебя. Ладно. Да ёлы-палы. Тут же только что шина висела. Это заключённый. Один из тех, что с нами ехал. Ну ладно. Всё лучше и лучше. Дела улучшаются. С каждым днём. С каждой минутой. Так, Мерфи, я слышу музыку. Ой, музыку, говорю. Вода течёт где-то. Ой-ёй-ёй. Баяха-муха. Ну не все ж так неожиданно. Я ничего не вижу. Уважаемая, блин, ты не могла бы меня выпустить, а? Это вообще какой-то кошмар. Да, отвяжись. Напоминает мне одну мою бывшую. Сдохни уже. Всё? Простите за подробности. Так, ладно. Кухня. Бардак на кухне. Садно, пидем, станции на вас нет. Так, ладно, давайте мы сначала, я думаю, пройдёмся до конца коридора, а потом будем уже по очереди обследовать помещение. Так, тут у нас лестница. Хорошо. Короче говоря, много мест, куда можно пойти. Сейчас мы начинаем всё потихоньку, помаленьку рассматривать. Так, что у нас здесь? Здесь у нас ничего особенного. Сколько у меня патронов-то, кстати, осталось? Два. Теперь. Так вот. Может, я так понимаю, ничего нет, но и ладно. Это такая кладовка небольшая. Теперь вернёмся сюда. Здесь у нас. Кроме той тётеньки, больше ничего нет. А тут? Ну, кухня, она и есть кухня. Чё тут может быть? Хотя это столовая больше похоже, да? Чё подобрать? Чё я могу подобрать? Трубу? Нет, спасибо. Пока что без нужды. Всякие трубы нам не особо нужны. Так, далее. Далее вот тут у нас вход. Отсюда мы попали. Подъём на второй этаж. Куча какого-то тряпья вонючего. А вот и душевая. Так, тихо. Давайте. Я не знаю, почему вот в таких играх мне всегда было страшновато в туалетах. Тихо. Вот именно поэтому. Ты не найдёшь сам себя, пока не встретишься с правдой. Лицом к лицу, Мёрфи. Хороший мужик, похоже, был этот Вертухай, который нас ратовал за наше срочное освобождение. Рекомендовал по-всякому. Умные вещи, говорит. Так, ну что, у нас осталась дорога наверх и дорога сюда. Здравствуй. Здравствуй. Ну твою мать, ну как так? Ну, это же автонаведение. Почему я так плохо стреляю? С автонаведением промахиваюсь. Так, патронов у нас нет, да? Нет. Потратил на неё кучу патронов. Скоро придётся опять, похоже, браться за... Всякое разное. Так, что там за пикап? Кирпич. Это кирпич-то? Да, это кирпич. Кирпич нам не нужен. Так, две двери. Вот это закрыто. Сюда можно... На, три двери. Сюда можно пойти. А, это тоже закрыто. Ну, в итоге две двери. Так, давайте сначала посмотрим эту. Это, по-моему, не Иисусик. Хотя нет. Просто модель какая-то некрасивая. Так. Дорогие мама и папа, можно я поеду домой? В этом месте плохо, оно мне не нравится. Люди со мной грубы. Они вредят мне. И медицина делает меня... Чувствует... Заставляет... Ну, короче, я чувствую себя больной всё время. Мне страшно. Пожалуйста, приди и заберите. Придите и заберите меня. Так, записка всему персоналу. В будущем вся переписка от пациента такой-то, такой-то... Неважно, входящая или исходящая, должна фильтроваться через мой офис под присмотром моего личного персонала. Без исключений. Спасибо. Блох. Роберто Блох, директор операций. Чем они тут детей кололи? Блох, понимаешь. Так, Багор. Багор нам пока не особо нужен. Патроны. Да не бросай ты его! Ох... Как это всё непродуманно. Сделали бы уж та систему наподобие той, что в Resident Evil 4. Для такого рода игр, по-моему, самая лучшая система. И зачем придумывать велосипед? Не знаю. Так, это что? Стул. Заберите вы свой стул, а. Зачем ты выкидываешь такие хорошие вещи? Не можешь, что ли, в карманы его положить? Так. Что-то я ничего особо не нашёл в этой комнате. Хорошо. Тут у нас сцена. И бардак. Как кругом, собственно. Жалко, что автоприцел, он в упор сходит с ума. И натурально пули пролетают сквозь врагов, получается. Противник ближе к тебе, чем дуло пистолета, и патроны летят в молоко. Так. 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 Угу, понятно. Это у нас Багор-то был. Открывай. Не тормози. Блин, я с этой игрой, я её уговариваю работать нормально. Не выкидывай, ладно, хрен с тобой. Лишь бы выкинуть ему. Он пацифист какой-то. Пытается выкинуть оружие всё время. Я не знаю, с чем это связано. Неужели ему жить надоело? Почему он хочет выкинуть что-то постоянно? Но факт остаётся фактом. Всё. Оставь это тут. А мы пошли обратно за пистолетом. Раз ты не можешь такую небольшую вещь засунуть себе, скажем, за пазуху. Не тормози. Что ж ты творишь-то? Так. Мой пистолет. Это, по-моему, Кольт 911 или Билетта. Сложно понять. Кольт. Так. Полезли. Пока что какая-либо мотивация отсутствует. То есть мы просто тупо бродим. Ну, то есть нужно найти стишки. Но это, по-моему, настолько глупо, что я просто не могу подобрать слов. Нам нужно выбраться из Silent Hill. Нам не нужны эти, блин, какие-то непонятные объявившиеся родственники. Нам не нужно в морг. Зачем Мёрфи это делает, я не понимаю. Но сама по себе локация мне нравится. О, пластинка. Это как та? В предыдущей серии? Или предпредыдущая? Так, ручка тут уже присутствует. Понятно. Машина нождевая. То есть создающая звук дождя, что ли? Так вот, как это раньше делалось. Нас, похоже, ждет очередной пазл какой-то. Хансель и Гретель. Акт первый. Все установлено. Светит прожектор и мелодия начинает играть. Нас переносит в классическое повествование братьев Гримм. Свет на центр экрана. А, свет выключается и начинает играть таинственная музыка. Мы начинаем слушать повествование братьев Гримм. Свет в центр экрана. Ой, центр ну, сцены. И занавес открывается. Так. Короче говоря, нужно выключить свет, потом включить мелодию, потом прожектор, потом дождь и потом шторм. А шторм это у нас вот эта похожая штука, да? Так, а свет повышает, понижает. Ага, ну-ка, 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 ну-ка. Погоди-ка. Я думал, это дубина. Она как раз сюда понятна. Так, короче говоря, вот у нас свет. Как я и думал. Теперь музыка. Теперь свет в центр сцены. Теперь дождь. Ну, это просто. Ну, давай, ну. Да шо ж ты не крутишься нормально? И теперь я не успел, похоже. Так, ну, в целом понятно. Просто нужно побыстрее это будет сделать. Да. Я вот с этим много проводился. Надо научиться его вообще. Крутить нормально. Понятно. Да. Очередная головоломка. так, выключаем свет. Так, выключаем свет. Хорошо. Включаем музыку. Это в центр. Теперь дождчик пошел. Да блин, опять не успел. Так, все, нет. Еще одна попытка. Так, свет. Это. прожектор. Прожектор. Первый пошел. Так, хорошо. Так, хорошо. Ой, он прямо там пошел. Надо было дольше крутить, короче говоря. Ха, нормально. Ха, нормально. Где мой пистолет, уважаемые? Я все понимаю, конечно, но где мой пистолет с теми патронами? Куда он подевался? Прекрасно. Пистолет сперли у меня. Мне больно, прекрати. Зачем ты меня... Так, короче, надо спасать ребенка. И что, мне куда мне идти? А, вот. Ой, только не эти твари. Бежим, бежим, нафиг их. Не сталкиваемся. Ой, только не ты. Блин, еще одна. Да идите в болото. Фу, так. Хороший домик. Как я и говорил, в данной игре лучше вообще не драться с монстрами. Себе дороже. Так, ну что, тут я никого не вижу. Кто нас мог бы... Никому мы могли бы помочь. Что за ребенок здесь... Разорился. Так, давай, открывай, пожалуйста. Я же нажимаю крест. Ну открывай я. Пожалуйста. Игра, игра. Тебя еще пачите-пачите. Игра, пожалуйста, открой. Открой, пожалуйста. Игра. Открой. Открой сундук. Эта игра меня ненавидит. Хе-хе-хе-хе. Но больше здесь ничего нет. Мне нужно... Мне нужно открыть сундук по-любому. Открыть сундук я не могу из-за какого-то бага. Это, по-моему, прекрасно. Я надеюсь, хотя бы игра сохранилась. То есть, чтобы... Если я сейчас начну грузиться, то... Возможно, это будет... Прямо здесь. Ой, короче говоря. Давайте-ка мы на этом моменте прервем игру. Я попробую загрузиться, и, возможно, в следующей серии у нас что-то получится. Могу сказать, что, собственно, игра меня радует. Но вот ее техническая составляющая меня просто настолько, блин, обескураживает. Насколько можно так вот... Тьфу ты! Настолько сырой продукт выпускать на рынок и при этом его еще продавать за несколько тысяч рублей. Это, по-моему, натуральный грабеж средь бела дня. Нет, не хочется открывать. Это, по-моему, печально. И с оружием не продуманной, и с боевой системой не продуманной. Блин, эта игра очень противоречива. Тем не менее, блин, какая-то своя атмосфера меня все равно держит у экрана. Я хочу узнать, чем все это закончится. Так что, надеюсь, мы решим эту проблему. В принципе, на этом все. С вами был Артур. Увидимся в следующей серии. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok